Кристина Белуева посетила прием в сопровождении супруга. У нее накопилось много вопросов и главное – доступная среда, которая для женщины совсем недоступна. Установили фандус на второй этаж, спускаться только с парашютом можно. Сделали очень некачественно. Это по какому адресу? Заводская 16. У нас вообще сейчас большая программа по доступной в целом среде. Это не только связано с подъездами многоквартирных домов, а в доступность. Это в том числе и дворовые, и придомовые территории. Кристина назвала еще множество мест в городе, куда инвалидам-колясочникам путь закрыт. И это в первую очередь социальные объекты. В этом году мы определили для себя порядка 60 маршрутов. То есть мы прорабатываем, в том числе, как и с вами. Хорошо, что вы обратились. Мы вас включим обязательно в перечень. Еще одну важную для себя проблему затронула посетительница. За три года, пока женщина вела борьбу с одолевшим ее недугом, на что уходил весь семейный бюджет, накопились огромные долги по квартплате. Плюс пеня. И в этом вопросе Дмитрий Волков обещал оказать содействие. Может быть, пене пересчитаем в силу того, что есть и уважительная причина все-таки. Ну да. Я постараюсь тут здесь разобраться. Еще одна посетительница Татьяна Павлова, как заявила пенсионерка, была делегирована на прием семьей. Помощь требуется ее внуку Саше. Парень, инвалид-колясочник, не может без посторонней помощи выйти на улицу. Организация индивидуальной доступной среды для юноши позволит ему не только гулять, но и, к примеру, посещать бассейн, что для людей с диагнозом ДЦП крайне необходимо. По вам, в любом случае, мы решим этот вопрос. По крайней мере, понимание у нас есть. Очень много. К слову, Дмитрий Владимирович не ограничивался ответами на вопросы посетителей, а старался узнать как можно больше о людях, которым необходима помощь. Наверное, еще и поэтому каждый выходил из его кабинета с надеждой в душе. Я надеюсь, во всяком случае, что мой внук сможет и гулять. Названный приоритетным проект правительства Московской области по составлению индивидуальных маршрутов, считают в районной администрации, поможет многим людям с инвалидностью расширить круг своих возможностей. Если мы раньше занимались социальными объектами в части установки пандусов, тактильные направляющие, то сейчас мы берем потихоньку список тех жителей, которые непосредственно имеют ограничения в части их адаптации на территории района и смотрим их места проживания, и уже выстраиваем их маршруты движения в жизни. В 2018 году уже для 10 человек с ограниченными возможностями будут разработаны индивидуальные маршруты по 6 на каждого. В следующем году программа, считают местные власти, должна стать еще более масштабной. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Сергей Ларин. Видное ТВ.